Кто ближе к тому, чтобы быть вот прям на грани катастрофы и подписать любые условия? Россия. Знаете почему? Потому что это она требует перемирия-то. Это она требует прекращения огня. Что-то не Украина не кричит, ну-ка немедленно, пожалуйста, прекратите огонь. Нет, об этом просит Российская федерация. Пожалуйста, пожалуйста, уговорите украинцев не стрелять в нас и не убивать. У нас кончаются русские, у нас кончаются танки, у нас корабли, посмотрите, кончаются. Как мы будем дальше жить без Черноморского флота? У нас вон нефть покупает только Индия, а Индия платит только рупиями. А за рупиями даже бананов купить не можем, у нас бананы кончаются. Дайте нам бананов, дайте бананам марихуаны. Помните, такая песня была? Поэтому все вот эти вот статья, которые я вам сейчас буду цитировать из Рейтерса, свидетельствуют о том, что это россияне умоляют о том, чтобы с ними подписали прекращение огня. Да и Путин, в общем-то, практически сделал Такеру Карсону непристойное предложение в прямом эфире, лишь бы, значит, Такера Карсон уговорил весь мир на прекращение огня в войне против Российской Федерации. Так вот, по сообщению Рейтерс было предложение, прямое предложение Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну. Оно было отвергнуто Соединенными Штатами Америки после контактов между посредниками. Рейтерс со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров. Посредники встречались в Турции в конце 2023 года, недавно, полтора-два месяца назад. Четвертый дипломатический источник сообщил, что неофициальные контакты происходили по инициативе России, но ни к чему не привели. Согласно трем российским источникам, сигнал Путина был передан в Вашингтон, где уже в Вашингтоне встретились Салливан, Бернс, СРУ и Энтони Блинкен. То есть это они не с россиянами встретились, это они между собой втроем посидели и послушали, что им от Путина передали. Идея, значит, включалась в том, что Салливан поговорит с советником Путина по вопросам внешней политики, Ушаковым, не тот, который адмирал и уже умер, а с другим каким-то Ушаковым, и определит дальнейшие шаги, сообщил один из российских источников. Но, значит, когда в январе раздался звонок, Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины, о прекращении огня в Украине без участия Украины. Вот так, то есть ответ был отрицательный. Нет, мы с вами разговариваем, товарищи, не Путина. По словам российских источников, Путин публично и частным образом через посредников, в том числе арабских, и на Ближнем Востоке посылал сигналы Вашингтону в 23-м году, что готов рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине, предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях, не желал уступать украинских территорий, которые контролируют сегодня военным способом Российская Федерация. Контакты с американцами закончились ничем, сообщил анонимный российский источник. Второй российский источник, знакомый с контактами, сказал, что посредников, посредников, значит, заявляли Москве, что, а, после американцев, через посредников заявляли в Москве, что не будут обсуждать прекращение огня без участия Украины, поэтому все закончилось неудачей. С американцами все развалилось, сказал он. Мол, США не хотели оказывать давление на Украину. Ну, видите, то есть Путин, Карлсон, пожалуйста, скажи, чтобы там американцы подавили на Украину, подавили, а то что же они не давят-то совсем. Они отрубили корень контакта, на создание которого ушло два месяца. Это россияне говорят про американцев. Американцы не верили, что Путин был искренним в отношении прекращения огня. Но он был и есть, говорит вот этот кремлевский источник. Он готов обсуждать прекращение огня. Но также Путин готов воевать столько, сколько потребуется. Россия может воевать столько, сколько потребуется, заявил российский источник. Ну, значит, как говорит товарищ Сырский, ну, нет, не как говорит Сырский, как сказал один мой знакомый военный с фронта на то, что у нас заменили задолженного на Сырского. Я спросил, что вы про это думаете. Он сказал, воевали, воеваем и воевать будем. Вот так вот. Так что нет никаких перспектив в этой истории, пока что-то не произойдет принципиальное. Либо на фронте, либо в тылу у кого-то. То есть, заметьте, разные войны проиграны по разным причинам. Какие-то из-за того, что на фронте все кончилось, нечем стало воевать, и прорывы, и так далее. А какие-то, когда в тылу трещина. Трещина может быть в тылу, как в российском, так и в украинском. От нас зависит одно, дорогие друзья. Сможем ли мы удержать тыл целостным, чтобы не было трещины в украинском обществе. Это в наших руках. Это в наших руках сейчас. Все остальное не в наших. От нас не зависит, проголосуют ли в Америке за предоставление нам военной помощи. Это не в наших руках. А держать тыл вместе мы можем. Ну, а там Байден за нас работает. Байден призвал Майкла Джонсона. Да, кстати, вчера. Вы же еще не знаете, наверное. Если не знаете. Вчера окончательно, окончательно, Сенат утвердил военную помощь Украине. 61 миллиард долларов. Ну, плюс пакет Израиль и Тайвань. Это Сенат утвердил. Осталась палата представителей Конгресса США, которую возглавляет Майкл Джонсон. Вот тот самый, уже ставший пресловутым. Его не так давно выбрали, а он уже пресловутый. Трампист. И вот Байден призвал Джонсона немедленно поставить на голосование пакет с помощью Украины. А Джонсон, напомню, вчера говорил, что не, 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 ставить это не будем. Но Байден в экстренном обращении. Вчера не в день всех влюбленных, потому что он в Майкла Джонсона не влюблен, судя по всему. Байден решил поэтому 13-го. Потребовал немедленно вынести на голосование. Нет никаких сомнений. Если бы законопроект Сената был вынесен на рассмотрение палаты представителей сегодня, он был бы принят, и спикер это знает, сказал американский президент. Понимаете, что он говорит? То есть ты, козьи морды, значит, не ставишь на голосование, хотя твои конгрессмены, которые там, они за. И это ты типа вот так вот манипулируешь конгрессменами, получается. Поэтому я призываю спикер позволить полному составу палаты представителей выразить свое мнение и не позволить меньшинству наиболее крайних голосов в палате заблокировать этот законопроект даже от голосования. Так, кстати, напомнил Байден, что большая часть средств, заложенных на поддержку Украины в пакете, будет направлена на американскую оборонную промышленность и позволит создать новые рабочие места. А вчера 70, 70 сенаторов из 100 проголосовали за этот пакет. Ну и вот вопрос действительно. Смогут ли трамписты, что ли, сломать американскую систему, фактически, да? Если большинство Конгресса за, меньшинство против, но меньшинство как-то смогло, помните, путем там многочисленных голосований поставить своего председателя. Очень это похоже на Верховную Раду Украины старых времен недобрых. Когда, ну как, зато у нас наш председатель Верховной Рады, поэтому там какой-нибудь Литвин, помните, Литвинова фамилия была, да? У него 3% голосов на выборах, поэтому у него фракция из 5 человек, он поэтому становится председателем Верховной Рады и сам блокирует любые законопроекты. Вот до такой жизни дошли Соединенные Штаты Америки в Нижней Палате. Пока так, пока так. В то же время Илон Маск, значит, Байден призвал проголосовать, Илон Маск наоборот, Илон Маск прям продолжает настаивать, что он русский шпион, выступил против законопроекта в Сенате о помощи Украине. Он заявил сенаторам-республиканцам следующее, он обратился на республиканцам, говорит, Илон Маск, что, говорит, ни за что на свете Путин не проиграет войну в Украине, потому что, говорит, иначе его убьют. Логика, конечно, прямо такая. Вот я просто поражаю, как он ракеты вообще строит? Там же логика нужна какая-то. А тут у Маска такая, значит, что он не проиграет войну, потому что иначе его убьют. Ну, не знаю, если бы я вышел биться с Майклом Тайсоном на ринг, и знал бы, что если я проиграю Тайсона, то меня за это убьют, то знаете, что бы я сделал? Я бы все равно проиграл Майку Тайсона. Потому что меня не было бы, ну а что бы я мог бы сделать-то с этим? Это как-то убьют Путина, не убьют. Как это влияет на то, проиграет он войну или не проиграет? Отдельно потом тот же Илон Маск сказал, что Путин не будет с ним, а он применит ядерное оружие. Вы что, не понимаете? Опять у него этот страх, у него просто какая-то паранойя, реально паранойя, слушайте. Ядерное оружие применит, значит, Путин обязательно прямо. Вот что-то до сих пор не применил, а тут, ну, прямо святое дело. Вот эта старикашка безумная применит сейчас ядерное оружие. Он не смог применить к Майю, к этому, к Карлсону кое-что, а тут ядерное оружие применят. Хотя может, конечно, теория. Но прямо вот настолько параноидально бояться, как Илон Маск этого. И что-то он еще такое интересное сказал по этому поводу. Что-то, господи, уже забыл я про этого самого Путина. А, что, говорит, и ведь вы поймите, что если они убьют там Путина в России, то есть у него проблема какая? Значит, что если мы победим Путина, то Путина убьют в России, убьют своим. А те, которые, говорит, убьют Путина, они же будут хуже, чем Путин. И при этом он еще тут же сказал, только вы не подумайте, я не путинист. Просто они остальные все еще хуже, чем Путин. Но откуда вообще знает это все? Он с ними общался, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok